ВОИ МВД России по Тверской области в очередной раз предостерегали от действий мошенников. Число таких преступлений с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в два раза. За четыре месяца у жителей Тверской области было украдено более 226 миллионов рублей. И большинство этих денежных средств люди сами отнесли в банкомат, либо сами перевели на счетам злоумышленников. Как порядок цифр, по-моему, так ужасает. По-прежнему действует преступная схема «родственник в беде». Но на первом месте обмана – звонки мнимых сотрудников банка и правоохранительных органов. Используются всяческие новые, скажем так, инфоповоды. То есть граждан сообщают о том, что с их банковской карты, возможно, спонсируется деятельность ВСУ и так далее, и так далее. Здесь злоумышленники играют именно на стрессовые ситуации, растерянности человека, напуганности. В другом методе обмана преступники играют на человеческой жадности. Стремление некоторых удачнее купить, вложить акции для будущих дивидендов. Самый, наверное, действенный способ перед тем, как вложить свой накопленный миллион, или там два, или три, или десять, ну, наверное, хотя бы нужно как минимум посмотреть отзывы в интернете от той самой площадки, с которой нужно работать. О другом способе дистанционного мошенничества мы неоднократно рассказывали в патрульной службе. Помимо того, что у нас растет количество совершаемых мошенничеств ежегодно, то есть если остальные преступления, как бы рост их приостановился, либо пошел спад, то, к сожалению, именно дистанционные мошенничества, они растут. И, соответственно, помимо этого преступления появилось еще одно преступление, которое буквально за год набрало обороты, и количество совершаемых преступлений, оно как бы превышает тысячи преступлений в год. Это какой в год? То есть мы в 23-м году зарегистрировали более тысячи преступлений, а за истекший период этого года мы уже догнали годовой показатель 23-го года. И как раз это неправомерный доступ к охраняемой законам информации. Доступ к данным вашего личного кабинета – прямой путь к будущему мошенничеству, в том числе получению на ваше имя микрозаймов или кредитов. Первое, что он должен сделать, это позвонить и заблокировать свой личный кабинет. Дозвониться до госуслуг, если нет возможности дозвониться, если что-то не получается. Ему необходимо обратиться незамедлительно в МФЦ, чтобы там ему оказали помощь, либо восстановили доступ к госуслугам, либо заблокировали его хотя бы там, потому что бывают ситуации, когда восстановить сразу не получается. Помимо этого, также необходимо обращаться к гражданам в банки, потому что сообщать об операциях без согласия клиентов. Это как бы, грубо говоря, только их прерогатива. В первую очередь, они должны уведомить банк о том, что эта операция была без согласия. Нужно помнить, 85% всех совершенных мошенничеств начинаются со звонка. Здесь старое доброе правило. Не надо разговаривать с мошенниками, не надо разговаривать с незнакомыми лицами. Если вам звонят, называют, какой бы повод ни был убедительным, любую информацию надо перепроверять. Невеселая статистика Верхневожья. Как минимум 10 человек в сутки становятся жертвой мошенников. Это те, кто поверил обману. Те, кто не прекратил разговор в ту же секунду. Нам звонят, как правило, не с территории России, а помогают врагам и преступникам наши соотечественники. Преступная роль которых забрать или обналичить ваши деньги. Это, по законам нашей страны, является уголовным преступлением. Будьте бдительны. Стало известно, что уголовное дело в отношении организованной наркогруппы направлено в суд. В противоправной деятельности обвиняются двое мужчин в возрасте 48 и 55 лет, а также 40-летняя женщина. Следствием установлено, что жители Твери под руководством кураторов в подпольной нарколаборатории на двух участках одного из дачных кооперативов Заволжского района организовали незаконное производство наркотического средства «Мефедрон» общей массой более 1 килограмма. Часть продукта злоумышленники за деньги незаконно сбывали напрямую наркопотребителям на территории Московского района Твери. Наркодельцы были задержаны сотрудниками регионального наркоконтроля. В ходе обыска в импровизированной лаборатории оперативники обнаружили и изъяли оборудование для изготовления, емкости для хранения прикурсоров и готового наркотика, а также предметы для упаковки и фасовки запрещенного вещества. Отметим, преступников ждет суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.